В Доме культуры Аулы Эльбургана Базинского района прошла международная научно-практическая конференция «Табуловские чтения». Обсудили актуальные проблемы сохранения и развития родных языков. Организаторами табуловских чтений традиционно выступает Международное объединение Алашара, Карачаево-Черкесский государственный университет имени Умара Алиева и администрация Базинского района при поддержке Министерства образования и науки республики. С конференции репортаж Альбины Ламковой. Будучи школьницей, Амина Бердукова ежегодно участвовала в «Табуловских чтениях». Сейчас она активно включилась в работу конференции, но уже с другой стороны. Мне было это интересно. Прежде всего, наверное, это заслуга нашего учителя, потому что она не только стала перед фактом участия, но и пробуждала в нас интерес. Мне это очень нравилось. И теперь я уже в качестве волонтера. Это нечто большее. Мы знаем, что сейчас остро встает проблема забытия своих истоков, своего языка и своей истории. Я считаю, что подобного рода мероприятия, они пробуждают у молодежи, прежде всего, интерес к своему языку и помогают вовлечься в эту деятельность. В «Табуловских чтениях» приняли участие педагоги-эксперты, специализирующиеся по языкам народов Карачаева-Черкесии. В ходе работы конференции обсуждались проблемы преподавания родных языков в средней и высшей школе. Происходил обмен лучшими практиками учителей республики. Каждый понимает, что родной язык – это и наш повседневный быт, наша жизнь, история и культура. Он помогает жить, узнавать себя и других. Без языка не будет народа. Поэтому свой родной язык нужно беречь, изучать, развивать, обогащать его. Над чем и работают участники конференции. То, что было сказано, в деле практики должно применяться. Обмен опытом, само собой, в наше время, во время глобализации, как говорится, это одна из важнейших в мире, по-моему, сохранения языка, идентичность народа. Глава республики поручил установить на уровне каждой образовательной организации для обеспечения более глубокого освоения программы преподавания предметов на родных языках не менее трёх часов в неделю. Было отмечено выступление заместителя министра образования и науки республики Фатимой Бикижевой. Сегодняшнее мероприятие особенно ценно, потому что оно проводится в год педагога и наставника. И своей основной целью несёт создание условий для сохранения и изучения родных языков народов Карачаева-Черкесской республики. Татлустан Закиревич Табула, в памяти которого проводилась конференция, известный просветитель, фольклорист, создатель алфавитов на абадинском и черкесском языках, основоположник абадинской литературы. И всегда табуловские чтения характеризуются интернациональным составом участников. Контингент участников широкий, с каждым разом оно ширяется. В основном это Карачаева-Черкесия, участвуют Адыгея, Абадина-Балкария. Обязательное участие – это учёные и практики Абхазии, Турции. Традиционные табуловские чтения делят на две части. Первая часть – это в основном теоретические исследования, это работы учёных, как крупных, так и начинающих. Вторая часть, я сказал, она более прагматичная, практическая. Здесь в основном речь идёт о методике преподавания, о новшествах, о накопленном опыте преподавания в средней общеобразовательной школе. Детство – тот период, когда возможно настоящее искреннее погружение в истоки культуры родного края языка. Поэтому в работу конференции будут привлекать работников детских садов. Осталось прежним на мероприятии награждение победителей, призёров, конкурсов и их руководителей, а также олимпиады на абадинском языке. Альбина Ламкова, Ринат Мука, Вести, Карачаево, Черкесия, Абазинский район.